Казахстан без Нуратана. Правящая партия переживает трансформацию. Сегодня на съезде ее участники во главе с председателем Касым Жумартом Токаевым приняли решение о рэп-брендинге и смене названия. Отныне партия называется Аманат. И логотип ее выглядит вот так. Это изображение контуров Казахстана. Главный принцип партии – сохранение национального наследия. Далее Насипова с подробностями. Новое название не просто внешний рэп-брендинг. Партия должна практически получить вторую жизнь. Уйти от бюрократии и формализма, сказал сегодня Касым Жумартом Токаев. Президент предлагает сделать децентрализацию. А деятелям чаще встречаться с народом. Сейчас в партии более 4000 первичек. Есть еще молодежное крыло. Весь потенциал необходимо использовать для решения насущных проблем казахстанцев. Глава государства призвал избегать очковтирательства. Он предложил запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, чтобы каждый казахстанец мог поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки. Токаев пояснил, что Аманат – это в первую очередь сохранение национального наследия. В переводе слово «Аманат» означает завет предков, наказ будущим поколениям. Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства. Полицовет пополнился новыми членами. В него вошли премьер-министр Альхан Смаилов, руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, ректор медуниверситета Астана Камалжан Надыров и вице-президент Халахарала Казахтале Когама Максим Рожин. А вот вышли из него бывший спикер Сената Нурлан Нигматуллин и гендиректор Павлодарского нефтехимического завода Оспанбек Альсиитов, которого подозревают в растрате. Президент высказался и о ситуации вокруг Украины, о том, что сейчас необходимо восстановить мир. Казахстан придерживается принципов безопасности на всем Евразийском континенте. И если понадобится, готов оказывать посреднические услуги в конфликте России и Украины. Мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Также президент отметил, что сейчас усиливается конкуренция между партиями, создаются новые. И в этой конкуренции Аманат должен сохранять свою политическую силу. 16 марта в своем послании Тукаев подробно расскажет о политреформах. Даля Насипова, Дидар Елеов, Информбюро, Нурсултан. Продолжение следует...